Барнаулец собирает подписи под петицией, в которой требует освободить город от комаров и мошек, а именно потравить от насекомых большую часть территории города. Назойливые кровососущие не дают покоя барнаульцам ни на остановках, ни просто при прогулке по краевой столице. Можно ли избавить барнаул от надоедливых насекомых и когда нашествие закончится? Мы сегодня спросим у Ирины Кудряшовой, доцента кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте. Я знаю, что обычно у нас травят территории детских и здоровительных лагерей. Насколько, по-вашему, реально потравить насекомых на всей территории города Барнаула или это все-таки утопия? Я думаю, что это достаточно сложно сделать. Потравить всю территорию не получится. У нас очень много участков, где размещен частный сектор, пустыри. Там много травы, там много каких-нибудь микроводоемов, например, бочек частично заполненных водой или брошенных бутылок или тазиков, допустим, пластмассовых, в которых эта вода скапливается. Поэтому полностью избавиться от комаров, я думаю, даже если мы попытаемся опылить всю территорию города насекомых, не удастся. И более того, я не вижу в этом большого смысла. Если уж начинать борьбу, то надо начинать борьбу с ними на личиночной стадии. А личинки у нас сейчас сосредоточены массово в пойме Аби, где огромное количество мелких, теплых, хорошо прогреваемых водоемов. Ну, все-таки на минутку представим, что такая ситуация случилась, и в Барнауле комаров потравили. Как часто обработку эту придется проводить, чтобы действительно комаров было мало по сегодняшней ситуации? Ну, я не могу ответить вам на этот вопрос по той простой причине, что, как правило, используются инсектициды контактного действия, а они легко смываются дождями. То есть, если вы обработаете территорию, а потом пройдет сильный дождь, то большая часть препарата просто бесполезно уйдет в землю. А если водоемы обрабатывать, то там достаточно долго, да? Ну, если водоем замкнутый, если он, так скажем, не выходит из берегов, то даже если идет дождь, препарат остается. А вот то, что траву укосят, это помогает? Это правильный шаг, потому что взрослые комары, как правило, прячутся во влажной высокой траве. А можно ли сказать, да, действительно, что в этом году у нас в городе и крае нашествия комаров и мушек? Или были и другие какие-то годы, когда пострашнее была ситуация? Комаров в этом году действительно больше, чем обычно. В чем причина? Мне приходилось встречать и более тяжелые ситуации, когда комаров было еще больше. Причина простая. Это высокий поводок и достаточно высокая температура, которая установилась в последние недели, так скажем. То есть, чем больше в пойме воды, чем выше температура воздуха, тем выше численность комаров. На страницах СМИ недавно появилась информация, что появились комары, способные переносить лихорадку Денге. Эпидемиологи, правда, этот факт отрицают. По-вашему, вообще такое возможно? Теоретически возможно. В каком смысле? У нас, во-первых, порядка 30 видов кровососущих комаров, и они могут переносить так называемые арбовирусные заболевания. Насколько я помню, порядка 180 арбовирусов, то есть вирусов, которые могут переноситься членистоногими, могут переносить комары, если не больше сейчас открыли. И в сущности, да, в организмах комаров вирусная инфекция не только сохраняется, но и может при укусе передаваться человеку. Что касается лихорадки Денге, для того, чтобы это произошло, надо, чтобы, так скажем, комар, зараженный этим самым вирусом, каким-то образом попал на нашу территорию. То есть это из Таиланда его привезти, да? Допустим, чартерным рейсом этот комар прилетел к нам в Барнаул. Но какие условия он встретит в Барнауле? Достаточно прохладные сравнения с его родиной ночи, не тот состав воды и многие другие проблемы. То есть такой комар у нас долго не протянет. Но я еще думаю, что перенесет ли он перелет опять же, потому что там тоже достаточно прохладно. А вот вы уже сказали о том, что они многие вирусы переносят, и появляются ли год от года какие-то новые виды комаров, наиболее опасные для людей? Вот говорят, в затоне огромные комары. Ну, я не видела этих огромных комаров в затоне, но мой опыт показывает, что, как правило, люди принимают за каких-то опасных кровососущих комаров самого безобидного комара-долгоножку. То есть они на самом деле очень большие, у них длинные ноги, они такие заметные, на них обращают внимание. Выглядят они страшно, но они, во-первых, в взрослом состоянии практически не питаются, у них недоразвит ротовой аппарат, и ничего, конечно, не переносят. Что касается кровососущих, то у нас есть комары больших размеров, это, как правило, виды рода куликс. И есть более мелкие, но зато и более назойливые, неприятные комары из рода Аэдес, а еще есть жгучий комар, который очень болезненно наносит укусы. И, в общем-то, все зависит от того, какой комар вас укусил. А не все жили на территории Алтайского края раньше? Да, вот то, о чем я вам говорю, стало известно еще в 70-е годы прошлого века, когда у нас на Алтае работала комплексная экспедиция московских исследователей, которые, собственно, и установили видовой состав наших комаров. Никого нового, никаких новых не появлялось за эти годы? Ну, у нас нет специалистов, которые бы контролировали эту ситуацию, может быть, кто-то и появился. Понятно. По-вашему, когда нашествие насекомых пойдет на спад? Вот многие говорят, появятся стрекозы, и тогда жить нам станет легче. Ну, в определенной степени это верно, потому что массово стрекозы появляются в конце июля, и, собственно говоря, тогда действительно комаров становится меньше. Но здесь еще свою роль, наверное, играют прохладные ночи. Могут также снизить их численность какие-нибудь сильные катаклизмы. Наподобие, вот, полторы недели назад у нас был ураган. Ну, мы вот говорили с вами о комарах, но многие нынче жаловались и на мошек, которые действительно кусали очень сильно и оставались, ну, не знаю, аллергия была у людей очень страшная. Сейчас как ситуация? Или почему у нас мошки тоже настолько активны нынче? Ровно потому что, то есть, опять же, влажная температура, высокая влажность. Мошки, в отличие от комаров, поселяются не в стоячих водоемах, а в текучих. Это речушки, это там ручейки всякие разные, это реки, вот, например, в районе шлюзов Барнаулки, вот на этих плитах бетонных, массово на камнях, которые там лежат на дне, массово колонии мошек встречаются. То есть, условия для них благоприятные. То есть, они тоже пока находятся никуда на спад, популяция не пошла? Ну, сложно сказать, потому что периодически они, следующее поколение, вылетают. Вот вылетело в начале июня одно поколение, мы пострадали, многих покусали, многие там жаловались на аллергию, на опухание и так далее. Потом, вроде бы, ситуация улучшилась. Сейчас говорят о новой волне, то есть, новое поколение мошек вышло из куколок и продолжает свою вредоносную деятельность. Как уберечься от комаров, как уберечься от мошек? Может быть, дадите какой-то совет? Ну, какой совет? Одеваться, соответственно, не в пляжном варианте по городу передвигаться, если вы страдаете от укуса в мошек. Пользоваться репеллентами, проверенными, которые вы покупаете не с рук, не на лотках каких-нибудь там, а в крупных сетях. Потому что там, по крайней мере, эти препараты имеют сертификаты. Смотреть на содержание активного вещества. Как правило, таким веществом является так называемая ДЕТА. Диэтил, толуамид. Вот наиболее эффективные препараты должны содержать, ну, хотя бы более 20% ДЕТА. Ну и косить траву, я думаю, все-таки тоже, да? Косить траву, а на дачных участках и в частных домах закрывать все емкости с водой. Потому что они прекрасно плодятся и в ведрах, которые вы оставили случайно, допустим. Или в консервные банки, или в какой-нибудь там пластиковой бутылке. Везде, где есть хотя бы небольшой объем воды, они вполне могут развиваться. Закрыть им входы и выходы тоже. Спасибо большое, Ирина Васильевна. А я напомню, что о нашествии комаров и мушек, и как спастись от них, мы сегодня говорили с Ириной Кудряшовой, доцентом кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета. Продолжение следует...